Сразу четыре иска к управлению налоговой службы по Самарской области поступили в арбитражный суд Самарской области от компаний, которые управляют торговыми комплексами «Караван», «Депорт», «Русь-на-Волге» и «Фрегат». Заявители просят служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленные штрафы и пение. Всё дело в том, что торговые центры платили земельные налоги, исходя из назначения участков, указанного в кадастровых документах. В ходе проверки было установлено, что по факту эти земельные участки используются совершенно под иные виды деятельности. И исходя из этого, кадастровая стоимость по факту этих участков намного выше, чем та, которую показывала в декларации налогоплательщики. В связи с этим налоговым органам были проведены доначисления на эту разницу. Там, где сейчас стоят все четыре торговых комплекса, раньше располагались заводы. Так что по документам эти земельные участки предназначены для промышленного производства, что и даёт возможность предпринимателям уменьшить налоговые платежи. Вид разрешённого использования влияет на кадастровую стоимость земли. А кадастровая стоимость является базой для начисления земельного налога. Соответственно, если у вас вид разрешённого использования под расположение торгового центра, то кадастровая стоимость будет существенно выше, чем если это вид разрешённого использования для производственных целей, для производственных помещений. Размер налоговых исчислений будет меньше при производственных целях в несколько раз, чем для торговых целей. Если назначение земли изменится, налоги для торговых центров могут увеличиться на миллионы рублей. Земельный налог – это у нас местный налог. Он зачисляется в бюджеты соответствующих муниципальных образований. В частности, по организациям Самары. Это город Самара. Руководители торговых центров оказались недоступны для комментариев. Однако их судебные споры с фискалами только начинаются и обещают быть долгими. Рассмотрение первого иска по существу начнется 15 февраля. Терра будет следить за развитием событий.